Игру нового сезона Домовины. Сегодня у нас два новых участника, Григорий и Иван. И Федор уже второй раз, по-моему, да, Играя? Второй, да. Да, вот темы. Так, сейчас вкратце скажу, пока темы бегут, что 15 тем, 3 раунда по 5 тем, стоимость будет от 100 до 500 без увеличений. Без котов, аукционов, без финального вопроса. Отвечать можно в любой момент, когда понимаешь, о чем речь. То есть без фальстартов текст будет частично. Отвечать только что-то одно и форму не спрашивать. То есть отвечать Лев, Толстой, Война и мир не надо. Будет засчитываться только что-то одно. Если не видишь, о чем вопрос. Там будет выделяться это или этот. В общем, если нет вопросов, тогда давай, Григорий, начинай выговор. Так. ЖД за 100. Двухэтажный особняк в Перу получил это название. Спроектировал его Эльфель, а конструкция была отлита в бельгийских цехах. Ну, это тема всем понятна. Первое слово на Ж, второе на Д. Ну, пусть будет «Железный дом». Да. Продолжим. Можно сказать, что ею стал и Голиаф, и проигравший Налбандяну в финале турнира 2005 года. Роджер Иван. Может, жертвой Давида? Да, Давид Налбандян. Продолжим. 26 ноября 1924-го, пятая ассамблея легенации, была принята она, прав ребенка. Ну, пусть будет самая Женевская декларация. Да, что квартира легенации находилась в Женеве. Я очень долго первое слово придумывал. Нет, на второе слово было. На одном из сайтов продается он под названием «Красный шарик», а чехол придрогается в подарок. Он фигурирует в одном из самых известных произведений Стивена Кинга, а также на посте и экранизации 2017-го года. Фильм «Оно» и «Желтый дождик». Хорошо. Закончим с ЖД. Этот индийский сериал 2014-го года рассказывает о нелегкой судьбе Сарлы Арроры и ее дочерей. Смотреть его, конечно, не надо было, можно догадаться. Нелегкая судьба, женщина, женская доля. А, ладно. У нас в Смоленске протекает самоднепр, давайте в Днепровскую пойдем. В 1971-м Днепр ввыгал первую союзную футбольную лигу. Под руководством этого знаменитого тренера. Частная. Возможно, это Малафеев. А, Лобановский. А, блин, можно было догадаться. Ну, сложно выбрать. В качестве гимна города до 2014-го использовалась песня Днепропетровск «Мой дом родной». Этого певца, умершего в 2018-м. Иван. Не Кобзон какой-нибудь? Кобзон до 14-го, потому что там были события соответственные. Так, у нас Днепр не протекает, поэтому... Вон он, поиск. Больные целиакии вынуждены ограничивать потребление макарон из-за содержания этого белка в них. Ай, господи. Частная. Возможно, это глютен? Нет? Да, конечно, глютен. И очень много того, что и кликовина. Ладно. А что, опять я? Иван, да. Зубная затаиста, чемпион Олимпийских игр в составе сборной России Артем Зуб родился в этом дальневосточном городе. Нет. Это надо выбрать, опять-таки. Блин, вариантов-то много. Ну да, если знать, точно. Вот, может, Владик какой, не знаю. Это хоккей из СКА, а до этого наград за Амур из Хабаровска. А что, ладно, все к нему попроще. Фунты лиха в Париже и Лондоне. Биографическая повесть этого британца. Оруэлл. Это Джобшо Оруэлл, да. Давайте Лондон-Париж продолжим. В 2014 году этот бразильский защитник, получивший прозвище Манкунянский Палач, перебрался из Лондона в Париж. В 2016-м последовав в обратном направлении. Кто следит, сейчас он... Ну, это Дэвид Луис должен быть. Сейчас он больше палач своей команды, это Дэвид Луис. К счастью, да. Но я как самоболечик Манчестера, собственно говоря. Это должен был знать. Сейчас он Арсенант губит, да. До Лондона этот артист в составе труппы Кировского театра так и не доехал. Будучи снятым с гастролей в Париже, там же первый советский невозвращенец и скончался от спида спустя 32 года. Это сильно. Ой, фамилию не помню. Точно известная фамилия. Вот. Это Лольд Нули. О-о-о-о-о-о, был такой, да, товарищ, ладно. Не русскую фамилию помню? Давайте за соточку. Соглашение 1884-го он проходил через Париж. Однако после Вашингтонца конференции официально переехал в пригород. Но пусть это будет нулевой меридиан, который сейчас гринический. Да, 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 гринический страна, конечно. Именно этот писатель заверял, что редкая птица долетит до середины днепра. Иван. Оголь. Ну вот, у меня была другая версия. Блин, хорошо, что я не успел. С 1896-й по 1802-й город Днепр носил это название, которое нынче носит город-герой. Ух ты. А рискнул. А Новороссийск? Всего 12, да, Новороссия и Новый Город, Новороссийск. По-моему, никто не прав, я ошибаюсь. Ну тут на Новороссия недавних событий. В 1938 году в Непропетровске родилась эта двукратная обладательница национальной премии НИКО за лучшие женские роли второго плана. По свидетельству и заново, роль Елены Малаевой в гараже была написана специально для нее. Блин, частная? Да, вот думаю. Опасно. Как бы, дорогой вопрос. Да, но у вас что-то Пикершакова, нет? Да, Пикершакова. Блин, надо было отвечать. Ну ладно. Макаронная готовность. Макарон, когда вы ощущаете упругость при укусе, называет... Аль денте. Этими двумя итальянами. Так, давайте за соточку посмотрим. Название этого вида пасты происходит от названия прочной нити. Ну, я знаю только одно, это карбонара. Не знаю, правильно это или нет. Нет. Карбонара, это соус. Ну, по-моему, паста, который есть. Ну, паста, да. То спагетти. Спагетти, шпагетти, да. Закон итальона вместе с зубом упоминается оно. Око. Вот, око за око. Для скрепления, например, канапе, вам понадобится она. Иван. Зубы чистка. Во время проживания в Париже, из-за неразделенной любви, он дважды пытался покончить жизнь самоубийством, в том числе и в Булонском лесу. А после пяти экспедиций в Африку, дважды побывал в Лондоне. Ничего себе. Африка тут в вопросе неспроста. Флаберта. Написал он стихотворение про Чадо. Николай Кумилевна. Это сложно пока. А, я случайно уронил кнопку. Ну, сейчас мы тебе вернем, ладно. Музыка песни «Люблю я макароны» была написана этим обладателем Оскара и Грэмми. Ого. В испанском языке слово «паста» означает «тесто», а на сленге именно это. Впрочем, как и в английском. Как и на тесто имеется. Частное. Давай вот теперь я нажму и скажу «вставить». Нет. Нет. Возможно, история какая-нибудь. А, деньги. Деньги. А, теперь пасеты. Капуста. Неплохо, неплохо. Зубы, в основном служащие для первичной механической обработки пищи, называются они. Одной буквой отличаясь от рабочей профессии. Иван. Муляр. Муляр. Заканчиваем последний вопрос сразу. Это зубная паста, производимая GlaxoSmithKline. Предназначена для обладателя чувствительных зубов, что видно из ее названия. Иван. Может, sensitive? Сensitive. Нет. Да. Сensitive, да, может быть, подвид какой-то пасты. Это конкретно паста. Направление все верное, но это сенс-1. Блин, младшинь сюда. Так, ну нормально. 1400, 1200, я еще Григорий войдет в виду. Надеемся. Что такое ЧРБН? Здесь в этой теме ЧРБН в ответе всегда два слова, и составленные, ну и в смысле начинающиеся с одной из этих букв. То есть может начинаться там черная бухка, я не знаю, там розовый налет и так далее. Понятно, матается только из этих букв. Этот мифический цветок карпатских павеи, а также название, пожалуй... ЧРБН наруто. Да, тут на ЧРБН было. Это не только зимний вид спорта, но и фильм 68-го года, где Элвис Пресли сыграл гонщика, правда, на автомобиле. Зимние гонки, но не на мотоцикле, спидвейн. Да попробуем. В мультфильме этот заглавный персонаж сначала спустился с елки по серпантину, а позже этим же серпантином был пленен. Ну нет, такой мультики я не смотрел. Советский мультик. Советский, ну пусть будет щелкунчик. Да. Ух ты. Ох, ну и моя любимая. Питер Форелли, снявший в 94-м фильм «Тупое, еще тупее», в 2018-м стал режиссером этого оскароносного фильма. Они там вот сейчас все тупые. Известный фильм недавно, «Зеленая книга». Ага. Хороший фильм, кстати. В 1992-м впервые в истории Райли-Докар финишировали в столице Сенегала, а в этом городе, расположенном на 33-м градусе южной широты. Нет. Тут возможны варианты. Да, Иван. Молодец. Способ получения актуальной информации о противнике путем навязывания силового противостояния специально подготовленными частями... Адрик Тупое, да. Эту должность в Уйгунане занял персонаж Михаила Кононова в одноименном фильме 66-го года. Был такой фильм «Начальник Чукольки». С Высоцким, да, по-моему, он. Так. Первую часть этого своего псевдонима, французская модель и порно-актриса, выбрала в честь одноименного фильма Люка Бессона, а вот вторую из-за итальянского происхождения по матери, в честь другой известной актрисы и модели. Пока, говорят, ребус никто не собрал. Фильм Белл Никита и Моника Пилуччи получаем Никиту Белуччи. В дословном переводе с английского этот термин звучит как раз «наглазый полёт», а относится он к авиаперелёту с вылетом поздним вечером и посадкой ранним утром. Нет. Всё просто, в принципе, в этом вопросе. Поздно вылетели или ночью. Ночной есть. Ааа. Так. Что ж тут? Блин, какие-то категории такие все. Ладно, давайте сюда пойдём. 33 человека застряли во время знаменитой аварии на шахте Сан-Хосе в 2010-м в этой стране. Ну вот как выбрать? Блин, Сан-Хосе много где. Знать тут больше, конечно. Выбрать. Ну да, в Тателе, Мексико. А, Чилиппе. Спасибо. Ааа, 6 лет. Да, первый правильный ответ. По его температурной шкале вода закипает при 33 градусах. Блин. На Реомюр, что ли? Ньютон вообще. Чё себе. Да, тут это никто не берёт. И Амюр, и Кельвин говорят. И даже Фаренгейт даже говорит. В 2010-м году эта модель была признана автомобилем года в Европе. С того же года выпускается на заводе в Калуге. Как вид спорта. Да. Ну, понятно, то что это... Так. Кольф. Кольф вошёл в олимпийскую программу. А вот Пола нет. А, Пола. Фольксваген всё-таки там, а не Форд. Да, всё Фольксваген, да. А, ну да, как бы Форд уже в Ленобласти. Этим обычно занимаются хитрые нападающие в чужой штрафной площади. Ну, возможно, это ныряние. Да, да, Ренгейн, ныряние. Неплохо. Так, ладно, давайте вдобьём виды спорта. Мясорубка, каре, десяток. Всё это разновидности этой командной игры, популярность сериала. Например, в Теории Большого Взрыва физики победили геологов. Нет, такое я не смотрю вообще. Самые престижные соревнования по этому виду проводятся в знаковых местах. У подножия египетских пирамид на Трафальгарской площади в Лондоне, на Гранд-центрах Стейшн-метро, то есть в Нью-Йорке. А сильнейшими игроками являются представители Индии и Пакистана. Ой, блин. Ну, частная. На крокет, что ли? А, нет. Для крокета поля больше нужно, а тут они ставят такой куб и в нём играют. Орнитологи признали эту птицу отряда Кураба. Возможно, это Тупик? Нет, Тупик был в предыдущий раз, и он не курообразный, самой глупой в мире, но её яйца на прилавках магазинов дороже коренных. Давай скажем, что Страус. Страус. Вряд ли ты увидишь на прилавках наших магазинов. Вряд ли он курица. А, да. Перепёлка, наверное. Перепёлка, конечно. Перепил. Так, продолжим тупить. 248-й выпуск Ебон назывался Тупой. Его название происходит от турецкого слова Мешанина. Иван. Яралаш. Да. В качестве синонима глупости часто используется слово, указывающее на размер этой части тела человека, в латинском названии которого используется слово Фронталис. Иван. Лоб. Да, узкая лобость. Ух ты. В 2009 году лидер этой группы признался, что для него лучшим их альбомом является Сига Забрик, то есть Тупой, как пробка. Это лидер Джабр Тал. Вот если бы его имя было. Я надо смыла. Танец серпантин – один из самых знаменитых поставленных Лои Фуллера. Лои исполняла танец совместно с этой знаменитостью, которой Луначарский предлагал открыть свою школу танцев в Москве. Я рискнусь сказать, что это Осидора Дункан. Самое известное, наверное, для нашего звука. Риск оправдался на этот раз. Киноплёнка, которая под музыку оркестра Поля Моя разматывалась в виде серпантина, являлась заставкой этой телепередачи. Нет. Недорого. Клуб кинопутешественников какой-нибудь? Нет. Частная. Возможно, это сам себе реш... А, кинопанорама. Да, кинопанорама. Ну, я самоплохо знаю саму телепередачу, поэтому... Слово серпантин происходит от латинского serpentis, что переводится как «она», «её»… Смея. Он мне напоминает. Последний вопрос, полноста. Второго раунда. В ноябре 1982 года советский спецназ участвовал в секретной операции «Серпантин», цель которой – уничтожение ЖД Моста в провинции Намиби этой страны. Не, сложно выбрать. Блин, тут два варианта как бы... Ну, Намиби, Намиби, а я думаю, это Ангола. То есть или в самой Намиби, или в Анголе, да, вариант это. У меня была такая версия, но я не рискнул её жать. Вот да. Намибия прятает за 500 с Намибом, но хотя, кто знает, кто знает. Так, не только расширение файлов, а тут может быть кириллический ответ. И тройная матрица. То есть, три злого на эти буквы. Скандал интриги расследования. Григорий выбирает. Скандал интриги и исследования. В конце 15 века Толедо стал первой ею. И пробыл в этом качестве чуть менее 70 лет. Столица Испанской империи, наверное. Да. Так. Давайте в расследование пойдём. Это близко мне тема. Уголовное дело номер 18123-36, поставившее точку в обстоятельствах преступления, возбудили лишь в 93-м. Однако впервые оно было предпринято ещё колчаковским правительством после взятия Екатеринбурга. Наверное, это расследование убийства царской семьи, нет? Да. Программу следствия вели на телеканале НТВ ведёт Леонид Каневский. Ой, блин. Да вопросы и всё минусы. Хотел его сказать, надо. Прославившись этой ролью в популярном советском телесериале следствия ведут знатоки. Я его не смотрел, к сожалению, поэтому... А вот фамилию его не помню, кстати, там, в этом сериале. Ну, знатоки это Знаменский Томин Кибрид. Вот, соответственно, планы. Так, ну давайте за соточку посмотрим, что тут. Судья Эрл Воррен в период с 29 ноября 1963 по 24 сентября 1964-го возглавляв комиссию по расследованию этого изонансного... Убийство Джона Кеннеди. Ага, вон он. На комиссию Уоррена. Вот в этой пьесе Эраст Фандоин расследует обстоятельства пропажи старинного китайского веера с иероглифами, обладающими по преданию волшебными свойствами. Ну, вот Акунина я, к сожалению, не читал, поэтому... Там несколько книг, наверное, чтобы прям назвать. Ну, тут, понятно, тяжело. Ну, давайте за 500 посмотрим, что будет. Расследование вероятного российского вмешательства в выборы президента США в 2016 году возглавлял именно этот специальный прокурор. Одно время он часто звучал по нашим новостям. Сейчас уже, наверное, нет. Вот, ну, неужели это Байден был? Это так, оборудовали. Все, хорошо. Байден не прокурор, он просто политик. Да, Байден, может быть, будущий президент. Игорь Матвиенко заявил, что первого сгубили наркотики, пришедшего на смену второго алкоголь. Оба умерли в довольном... Солист Ивановичек Интернешнл. Да. Опа. Ну, все, продолжим. Прототипом главного героя этого произведения стал тульский прокурор Мечников. Небольшое произведение Льва Толстого с смертью Ванны Ильджа. Попробуем, все. Это и древнеегипетская богиня с коровьими ушами и рогами, и местное название камбоджийского или сиамского текаля, нам более известное по Таиланду. Сама, кто что там с коровьими-то был? Ну что ли, МА какая-нибудь? А, А, БААА. Финижная валюта Таиланда. Финижная валюта Таиланда. Все, понятно. А то названия были ее обранжем. Разгоревшийся в 2000 году так называемый «кассетный скандал» был связан с обнародованием пленок, касающихся убийства журналиста Георгия Гангадзе. И фактически сорвать планы этого политического деятеля выдадутся на третий срок в 2004-м. Не. А если на третий срок, то Кучма? Да, Леонид Кучма. Я думаю, что он грузинский журналист, он украинский. Эта интрига, казалось бы, была разрешена 1 декабря 90-го, хотя это и противоречило изначальным планам Дэвида. Он заявляет, что и сегодня не знает ответа на этот вопрос. Появление третьего сезона 25 лет спустя подтверждает его заявление. А, кто убил Лору Пауэлмера? Да. Вин Пикс, Дэвид Винч. Это доменное имя иногда используется для сайтов, связанных с медициной, хотя принадлежит европейской стране, названной по реке своей соседки. Это Молдова, она будет обмитомленным этим МНД для медицинских сайтов. Иван. Это и распространенное еврейское имя, часто являющее сокращением от других имен, и аббревиатура той, что когда-то называлось как Королевство и земли, представленные в рейх сраки, а также земли венгерской короны святого Степана. Вторая часть – это Австро-Венгерская империя и Ави. Иван Токси за 400. Баллада о четырех Дедах Морозах. Быть некрасиво знаменитым. Женщины носят чулки и колготки. Это все они, печатавшиеся в «Огоньке», «Юности» и «Октябре». Ой, возможно, это стихи Игоря Иртеньева. Да. Докрутил. Так, ладно, давайте добьем. Супер Мистер, Мистер 4, Дасса МД-450, Ураган, Мираж 3. Перед вами полный модельный «Он», наговору, разбивший десятикратно превышающие силы противника в событиях 1967 года. Ой, ну, Кость, это список израильских истребителей. Молодец. Так, ладно, давайте файлы добьем. Первая серийная «Она» была разработана на Челябинском тракторном заводе имени Ленина и появилась в СССР в 1966 году. Вооружалась обычно громом, малюткой или ПКТ. САУ. Самоходная артиллерийская справка, САУ. Это БМП, это боевая машина пехоты. Боевая машина пехоты. Ой, блин. Ну да, тут вот я тоже что-то призадумался. 12 мая 2020 года Павел Дуров объявил о закрытии проекта своей криптовалюты, но двумя годами ранее в этом процессе... Иван? Тон. Что? Тон. Тон? Нет. В этом процессе приняли участие около сотни инвесторов, включая Романа Абрамовича, и было собрано 1,7 миллиардов долларов. Первичное размещение акции называется IPO, а здесь по аналогии ICO. Плохо. В основном на рассказе автора Конан Дойла «Скандал в Богемии» эпизоде сериала «Шерлок» действие происходит в этом районе Лондона. Не. На сериалы это не мой конек. Тут они немножко посозвучили «Скандал в Богемии», там был «Скандал в Белгравии». Давайте за 100 посмотрим. Причиной вспыхнувшего в 2005 году скандала стали карикатуры именно на него, в одной из датских газет. Ну, на Аллаха, насколько я помню. На Аллаха нет все-таки. Ну, тогда пророк Мохаммеда. Мохаммеда, да. Аллах, наверное, не знаю, как выглядит, я думаю, а вот Мохаммед знает. По результатам расследования коррупционного скандала в итальянском футболе, этот нападающий в 1980-м был дисквалифицирован на два года, что, возможно, помогло ему лучше подготовиться к чемпионату мира 82-го, на котором... Ну, вот, а Россия. Это Павла Россия, да. Выбал Уильяма Дефона эту роль в фильме Мартина Скорсезе вызвал в конце 80-х скандал, так как артек тому моменту был известен в основном ролями негодяев. Последнее искушение Христа, и он, соответственно, самого Христа должен был. Интриг, то бишь интрига, модель среднеразмерного седана, этой в разный смысл старейшей американской марки автомобилей, существовавшей до 2005-го года. Наверное, это Oldsmobile, нет? Ты, кстати, по-моему, чуть ли не первый, кто бьет. Old, конечно. Художественный прием, часто используемый, например, производителями кино и сериалов, заключающийся в обрыве остросюжетного действия в самом интригующем месте, и неясности развязки до следующей серии или части фильма, называется именно этим заимствованным из английского языка слово. Нет. Обрыв, висящий на обрыве, как будто Клифф Хэнгер называется. В описании этой картины на сайте Третьяковской галереи написано, что зрителя интригует и сама героиня картины, и ее название. Частная. Возможно, это незнакомка, неизвестная. Незнакомка была бы не зачет, картина называется «Неизвестная». Так, ну, картина Карамского, понятно. Запомните мой завет, никогда не выдумывайте ни фабулы, ни интриг. Берите то, что дает сама жизнь. Жизнь куда богаче всех наших выдумок. Цитата принадлежит этому человеку, умершему в 1881 году в Санкт-Петербурге. Блин, что-то у меня такое чувство, что в 1881 году умер Самодостоевский. Не знаю, правильно ли? Да, правильное чувство. Все, всем спасибо. Всем спасибо за победу. Спасибо. Увидимся в четыре раза. Спасибо. Вот Иван очень самодостойно до последнего просто боролись. Спасибо.